Это ткань для патч-ворка, то есть это 100% хлопок, на данном случае это хлопок с добавлением металлических нитей. Лишний блеск новогодним шарам не помешает. Для них красивую ткань режут квадратиками 5 на 5 сантиметров. Их нужно заутюжить или просто сложить в треугольные заготовки. На один шар тратят ткань четырех разных цветов. Столько требует узор. Составляют его на пенопластовом шаре сантиметров 6 в диаметре. Берется пенопластовая заготовка, на нее накладывается изначальный отрез ткани, который будет означать центр шара. К нему в дальнейшем будет прикалываться каждая заготовка из ткани. Прикалывать нужно по кругу. Чередуя цветную ткань, в четыре слоя из 28 заготовок выводится узор. С одной стороны шара и с другой. Стык нужно закрепить атласной лентой. Несложная, но очень кропотливая техника называется канзаши. Интересная техника в плане даже изготовления. Это медитативная техника, я бы сказала, что она очень отвлекает от посторонней суеты, и ты погружаешься полностью в работу. То есть там буквально 10-15 минут достаточно для того, чтобы приловчиться, правильно загибать уголки, то есть правильно накладывать ткань. Освоить канзаши студент-медик Мария Лаптева взялась на шестом курсе ради презента ректору. Подарочный шар удался. Раньше мастерица украшала новогодние игрушки пейзажами и точечной росписью. После этого решила предпочтение сменить. Канзаши выглядит дороже, всем нравится и позволяет отдохнуть душой. Это приносит мне моральное удовлетворение, когда я вижу лица, ну счастливые лица друзей, знакомых, то есть и плюс ко всему, опять же, с моим графиком, то есть у меня последний курс учебы, это безумный, безумный стресс. И делая данные игрушки, то есть я более-менее расслабляюсь. Расслабляться приходится часов семь. Столько уходит на изготовление одного шара. Себестоимость его рублей триста. За столько мастерица их и продает. Сергей Иванов, Денис Лугов, программа «Город».